Всем привет! Вы на канале StartAndroid, здесь Виталий Непочатов. Сегодня в рубрике «Инструменты Android разработчика» мы поговорим о новой версии Android Studio, которая вышла в сентябре. Версия 2.2 содержит много новых фишек, и я постараюсь рассказать и показать вам самые интересные из них. Новая версия доступна для скачивания на официальном сайте или можно, как обычно, обновиться из предыдущей версии Android Studio. Также под этим видео есть ссылка, по которой доступны для скачивания все стабильные версии среды разработки Android Studio. Если вы по каким-либо причинам не хотите использовать новую версию, вы можете скачать здесь любую версию. Итак, я обновился и создаю новый проект. Вроде пока все по-прежнему. После открытия проекта видим изменения в интерфейсе среды разработки. Первое, что бросается в глаза после запуска новой версии Android Studio, это обновленный редактор компоновки макетов. На вкладке «Дизайн» теперь мы видим экран устройства, а рядом его копию в режиме «блюпринт», что переводится как план или чертеж. Этот дополнительный вид более наглядно отображает разметку экрана и границы компонентов, доступные для управления. Я добавлю несколько компонентов в макет для наглядности. Здесь тоже можно перетаскивать компоненты и изменять их размер. Вверху есть переключатель, где можно выбрать привычный режим «дизайн» с одним экраном, режим «блюпринт» с отображением «только плана экрана» и режим по умолчанию «дизайн плюс блюпринт», который мы видим при открытии проекта. Еще одно видимое изменение. Добавлена кнопка «Language», которая позволяет переключаться между языками локализации интерфейса, если в приложение добавлен перевод или перейти в редактор переводов для его добавления. На нашем канале есть видео о том, как выполнить локализацию Android приложения, добавив поддержку других языков интерфейса. Ссылка на урок под этим видео. Еще одно серьезное нововведение. Новый компоновщик Constraint Layout. Это новый вид лейаут, совместимый с другими компоновками и поддерживаемый младшими версиями вплоть до 9й API Level. По словам разработчиков, цель Constraint Layout – уменьшить количество иерархий Layout, улучшить производительность Layout, а также заменить Relative Layouts. Не беспокойтесь, старый добрый Relative Layout также доступен и пока используется по умолчанию. А чтобы добавить Constraint Layout в макет, нужно выбрать его из секции Layouts в палитре компонентов или конвертировать текущий компоновщик, выбрав соответствующий пункт контекстного меню, доступного по нажатию правой клавиши мыши на макете. При этом корневой Relative Layout заменяется на Constraint Layout. Подробнее познакомиться с новым компоновщиком, посмотреть его свойства и научиться с ним работать вы сможете в отдельном видеоуроке, ссылка на него появится здесь, в описании этого видео. Также следите за новыми видео на нашем канале StartAndroid. А сейчас мы продолжаем рассматривать обзор нововведений Android Studio 2.2. Layout Inspector и еще один новый инструмент дизайна приложений, его можно найти в меню Tools Android. Он доступен после запуска приложения на виртуальном или реальном устройстве и позволяет увидеть также те экранные компоненты, которые задаются не в макете, а динамически в коде приложения и могут быть видны только после запуска приложения. Layout Inspector создает интерактивный снимок экрана с отображением иерархии макета и визуального представления, показывающего, как все выглядит на устройстве. Все перечисленные нововведения относились к дизайну, а теперь рассмотрим новинки Android Studio для разработки. Самое интересное это интеграция сервиса Firebase, который Google приобрел в 2014 году. Firebase представляет из себя облачный бэкэнд, объединяющий сервисы инструментов разработки для различных платформ iOS, Android и Web, в котором можно хранить и мгновенно синхронизировать код. Он включает такие компоненты, как аналитика, аутентификация, базы данных, хранилище файлов, облачное тестирование, краш-репортинг, оповещение, адмоб и другие полезные сервисы. В обновленной Android Studio можно буквально в два клика добавить поддержку нужного сервиса в ваш проект и настроить сервис с помощью подробной пошаговой инструкции. Более подробно мы рассмотрим работу с сервисами Firebase в отдельной серии уроков, ссылка на которые появится здесь в описании. Подпишитесь, если вы еще не подписаны на наш канал StartAndroid и следите за выходом новых видео. А если вы предпочитаете текстовый формат, добро пожаловать на наш сайт в Android.info. Все материалы там дублируются в текстовом виде. В подвале сайта есть форма подписки на новости, чтобы всегда быть в курсе новых публикаций. Обновление коснулось некоторых меню, например, меню добавления класса в проект. Теперь здесь можно указать тип класса, иерархию наследования и т.д. Следующая удобная фишка для облегчения разработки это Codesample Browser. Поиск примеров кода в рабочих проектах Android. Codesample на GitHub. Это позволяет быстро посмотреть примеры реального использования выбранных классов, методов в коде опытных разработчиков. Следующая новинка – APK-анализатор, который позволяет, например, быстро оценить влияние различных компонентов на общий размер вашего приложения. Обновлен также эмулятор виртуального Android-устройства, который включает в себя набор виртуальных элементов управления датчиками. С помощью новых элементов управления пользовательского интерфейса теперь вы можете проверить работу вашего приложения с датчиками Android-устройства, такими как акселерометр, датчик температуры окружающей среды, магнитометр и другими. Для облегчения тестирования приложений добавлен Espresso Test Recorder, который позволяет легко создавать тесты пользовательского интерфейса путем записи взаимодействия с приложением. Вы записываете ваше взаимодействие с устройством, а Espresso Test Recorder затем берет сохраненную запись и автоматически генерирует соответствующий тест. Из остальных нововведений можно упомянуть GPU Debugger для отладки OpenGL, BuildCache для увеличения скорости сборки проекта, улучшение технологий Instant Run и другие новинки, которых по словам разработчиков более 20. Подробнее обо всех можно узнать в блоге разработчиков, ссылка в описании видео. Вот такой обзор обновления среды разработки Android Studio до версии 2.2. В последующих видео мы рассмотрим некоторые нововведения, такие как Constraint Layout и интеграцию с Firebase более подробно. Подписывайтесь на канал и следите за новостями. Обновляйтесь и тестируйте новые возможности. Задавайте вопросы в комментариях здесь и в группе поддержки в Android Info ВКонтакте. А я прощаюсь до следующего урока. С вами был Виталий Непочатов. Всем добра!